С радостью отобщается с Богом. Если, например, а что Бог дает больше тому, а мне меньше. Обижаешься молодежь. Тот имеет больше, а я меньше. А почему? А потому что ты не хочешь общаться с ним. Когда надо встать на колени, ты думаешь, что это преступление, как упал с неба. А зачем мне стоять на колени? А ты же хочешь благословения. А не хочешь общаться с Богом, ты не хочешь сказать ему, в чем ты нуждаешься. Не хочешь сказать Богу, что ты нуждаешься в благословении, нуждаешься в терпении, в мудрости, нуждаешься в счастье, в радости. Почему ты этого не говоришь Богу? Потому что для тебя молитва это натяжесть. А почему натяжесть? Потому что еще не стал тем рабом Иисуса Христа. Не полностью отдался Богу. Зато молитва это натяжесть. Когда молитва думаешь, смотришь, а что мне сказать? Ты не имеешь что сказать твоему отцу, который создал тебя. Ты у тебя нечего просить от него. Если у тебя столько то желания, если у тебя такое столько то мечты, быть счастливым, быть счастливым. У тебя нечего сказать твоему отцу. Почему так получается? А потому что нету радости, потому что не являемся рабами. Нету радости, потому что не хотим общаться с любовью. Молитва как тяжесть. А зачем нам столько то молиться? Днем, вечером туда. Зачем так много раз ходить в церкви, как у нас в Несвое? Что потеряли рассудок, что четыре раза ходят все на собрание, что не в нем хватает что-то? Знаешь, люди этого не понимают, что мы хотим общения с Богом. Мы хотим быть рядом с Ним. Мы хотим Его благословения, Его счастья, Его откровения. И зато мы хотим, чтобы иметь вот это общение с Ним. Вот почему апостол Павел пишет вот это и называет себя рабом. В посланнике Веселии он не называется так. А тут называется, что если хочешь быть счастливым, если хочешь быть радостным, ты должен обязаться, чтобы тебя ничего не овладело вот это земное. Ты должен доверяться полностью Богу. Ты должен быть рабом Иисуса Христа. Дальше что? Молиться с радостью. Ты будешь молиться с радостью. Для тебя молитва драна. Ты хочешь больше быть вообще не с Богом. Потому что Бог может дать то, что твой земной отец не может дать. Думай, мой отец дает мне машину, дает дом, дает то. А Бог тебе может дать намного больше, чем дает твой земной отец. Бог может дать такое, что ты будешь счастливым на этой земле и там на небесах. То, что наши родители, земные родители не могут дать нам. И мы видим, что он молится с радостью. Дальше. 1.7. 1.7. Там написано что? После того, как стал рабом, молится с любовью, с радостью, то он любимого человека. Он несет его где? Что тут написано? 1.7. А ну прочитайте там. Что там написано на румынском? А там братья Сверсона 1 читает на русском. 1.7 читает. 1.7 после Руссона. А 1 читайте на русском. 1.7. Если знаете по-русски, то читает. Ну я шучу. Филиппийцам. Филиппийцам 1.7. Читайте. Если по-украински, пожалуйста, по-украински. Мы очень понимаем по-украински. Нема проблем. Если нужно говорить по-украински, то будем по-украински. Что там написано? Дим, а там читайте. Давайте. Вот это правда. Он не думает, что это про псих вас. Бо я маю у вас в сердце, а вы псих кайдан. Значит, он имеет их. Куда? Где он держит? Филиппийцам. В сердце своем. Человек, который является рабом Иисуса Христа, если женится, он держит свою жену где? Не под ногами, не под кулаками, значит, под удар кулаками. Раз, раз. И с каждым днем же она все ниже и ниже, значит. Или под ногой. Раз, раз, раз. И она все тоньше и тоньше становится. Все красивее и красивее. Не держит под колпаком. А держит его где? В сердце. Значит, что? Значит, 1.7. Написано что? 1.7 написано, что он имеет в вас, держит это Филиппийцам в сердце своем, держит филиппийцам, держит филиппийцам в сердце своем. Некоторые думают, я бы вышла за такого молитника, который любит Слово Божье, любит молиться. Я такого не хочу. Я хочу быть такой, мой, мой такой, знаешь, который не любит молиться, мой влево вправо, вот такого люблю. Знаешь, если ты за такого и держишь, он тебя будет под ногами держать. Он будет под кулаком держать тебя. Ты будешь летать, как пчелка. А если будешь выходить замуж за того, который является рабом Иисуса Христа, он будет держать тебя где? Не под ногами, не под кулаками, не под руками боксера, а будет держать тебя в сердце. Он будет держать тебя. Вот что значит быть рабом. И ты все время будешь иметь радость в своем сердце. Что люди бы не говорили в окружности, тебя это не тревожит. Потому что Бог держит тебя в сердце. Муж тебе в сердце несет. Это благое, это большое счастье, что кто-то нес тебя в сердце. Кто-то, чтобы ты был в сердце у кого-то. Это большое благословение. Нету больше благословений, чтобы кто-то нес тебя в сердце. И Бог тебе несет в сердце, потому что ты раскаялась, потому что ты являешься рабом Иисуса Христа. Зато Он тебя несет в сердце. Не под ногами, не под руками, не под кулаками. Он несет тебя в сердце. И рабами Иисуса Христа Он несет своих друзей, несут своих родителей, несут своих жен, своих детей. Они несут их в сердце. Он любит и по-настоящему. Они любят Иисуса, они любят любовь Иисуса Христа. Дальше мы посмотрим, что написано. Ну, в первой главе что еще? Тут есть много. Так. 1.12. 1.12. Значит, не хочу быть рабом Иисуса. Полностью издает. Зачем столько то молитва? А когда иметь успех в черном? Кто хочет иметь успех? Я. А молитва? А ша. А рабом? А ну. А кто хочет иметь успех? Я хочу. Ну, для того, чтобы иметь успех. В благо листовании. Что надо делать? Надо быть рабом. Надо с радостью молиться. Чтоб нести в сердце кого-то. И тогда ты можешь иметь успех в чем? Тут написано 1.12. В чем успех имела? Что там написано? Давайте. Я завтра буду рамынского и братьев буду переводить. Но хочу один урок. Вспоминайте свой русский язык. Вспоминайте, когда мы были под русскими раз. И, значит, хочу вспоминать, как мы были. Так, 1.12. Значит, что? 1.12. Значит, иметь успех в чем? В чем иметь успех, братьев? Скажите, я забыл. Не знаю читать. Закончил 4 класса. Не могу я здесь прочитать. Что там? В чем успех? Это, ты на интервью. Иметь успех в благословании. Идеть успех? В благословании. Иметь успех в благословании. Значит, то ли, тогда ты будешь иметь успех в семье, в своей жизни, во всех основах, ты будешь иметь успех. Если ты не будешь, вот действует по порядку, ты успех не будешь иметь. Не будешь иметь? Не будешь иметь. Потому что дела житейские, они отвергнут тебя от истинного, от истинной радости. Ты будешь иметь эту радость. Значит, иметь успех. И каждый из нас, мы хотим иметь успех. Если хотите иметь успех, надо быть, что? Рабами, полностью зависимо от Бога. Молиться с радостью. И ты все будешь делать. На миле, Господь, ты будешь делать со своим сердцем. Никто не будет принуждать тебе пастор. Не будет принуждать тебе твой отец, или мать, или твой друг, или твоя подружка, или кто. Не будет принуждать. Ты будешь делать это с как? С любовью. Ты будешь нести это служение в сердце. Ты будешь делать это с любовью. И хочу, чтобы вы в ваших церквах служили с любовью Иисусу Христу. Чтобы вы принесли радость вашим родителям. Чтобы вы принесли радость вашим церквам. Чтобы вы принесли радость всем окружающим вас. Чтобы через вас, молодожи Иисуса Христа, чтобы могли прославить Господа Иисуса Христа. Дальше. И вот это он учит феррифийскую церковь. Феррифийцы, хотите рады? Ходи! Если хотите, вы должны быть как? Рабами Иисуса Христа. И тогда вы будете иметь радость. Если вы хотите иметь вот этот успех, радость в жизни, вы должны молиться с радостью. И тогда у вас будет возрастать. Там написано, потом мы будем изучать, завтра мы будем изучать, что если потом, когда ты молишься, с радостью, начинает в тебе расти любовь Иисуса. Его любовь возрастает. И когда возрастает любовь, там написано, что есть большие откровения. Открывается одно, другое, третье, чистое, что чистое, что нескверное, что неправильно. Все открывается человеку, чтобы он знал, как делать волю Божию. Если молишься с радостью, Бог начинает открывать очень большие истины. Это через молитву. Дальше там написано так, что 1.18. Я буду даваться и посмотреть, что время повторяется слово радость. Тут написано радость. Я даю еще стихи, где написано. Апостол Павел 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 П Не тревожится, вот это имеется ввиду радости. Что бы ни служило, не тревожится. И вот это объясняется слово. 1.18, что там написано? 1.18. Читайте на румынск, если сьома, а чтешь? Чтешь сьома? И я сказал, что библия по приватному в аду. Ну, чтешь сьом, чтешь сьом? Кто не знает, что сьом? Сьома, чтешь сьома. Ну, он древний, чтешь сьом? Ну, я четыре класса только имею. 1.18, что там написано? Радуется, чем радуется? М4, если сьома. Поехали. Он радуется, что Евангелие проповедуется. Он радуется, что Евангелие проповедуется. Что Евангелие проповедуется. Что Евангелие проповедуется. А мы пришли в лагерь, мы хотим играться. Зачем Евангелие? Зачем? Что-то натяжет. Горе слушать это. Не надо. Слово Боже. Надо и Слово. Играться хорошо, гонять мяч. Проблем нет. Играет. Там оботься в погоду. Тоже можно плавать, как рыба. Ничего страшного. Там можно. Но. Но. Радуется, что Евангелие проповедуется. А только рабы радуются. Радуются, что истина. Играет. Оно передается другим. Чтобы люди услышали, что они должны быть счастливыми. Чтобы люди знали, что они могут быть благословенными. И иметь вот эту небесную радость. Если будут принимать Христа. И Христос будет полностью овладеть их сердцем. Вот тогда они будут радоваться, что Евангелие возвещается. Евангелие во Евангелие возвещается. А тот, который не является рабом Иисуса Христа, говорит, а быстрее бы захочу и закрыл рот. Не говорил так много Иисусе. Мне надоело слушать вот это. Но после этого он никогда не будет иметь вот эту радость. Он все время не будет недовольный. Все время что-то не будет хватать. Все время будет всех осуждать. Все время будет все это спотыкаться. Все время будет что-то говорить нехорошее. Потому что не любит, когда истина, она возвещается и проповедуется. И мы видим, что если хочешь иметь радость, через тебя пусть проповедуется что? Евангелие. И ты будешь иметь вот эту радость. Через тебя пусть проповедуется свет из Христа, через тебя пусть проповедуется истина Божия, И тогда ты будешь иметь вот эту радость. И апостол Павел подается им пример. Для того, чтобы иметь вот эту радость, во всех обстоятельствах жизни, я вот так поступаю. И вот так держусь за Ивангелем, и вот так молюсь, и вот так делаю, чтобы иметь вот эту радость. И дальше написано что? 1.21. Значит, после того, как он стал рабом Иисуса Христа, для меня жизнь это кто? Это Христос. Для меня жизнь это Христос, а смерть приобретения. Для меня жизнь это Христос, а смерть приобретения. а смерть приобретение не так как скучно сахары со христа жить это со христом очень скучно а вот и идут танцуют прыгают знаешь а потом пролюбодействует радости а потом несчастье горе плачу знаешь а потом нету благословения там нету то другое знаете